Георгий, привет! Спасибо, что наше время с тобой поболтать. Будем говорить о геологии и об твоих увлечениях, но об этом позже. Расскажи, пожалуйста, как ты поступил на геологический факультет МГУ? Я поступил на геологический факультет МГУ методом исключения. Я выбирал факультет, который будет наиболее подходящим под те знания, которые у меня имелись на момент вступления, а их было не только очень много, я немножко знал биологию, немножко знал химию, поскольку учился в био-химическом лицее и, соответственно, подбирал факультет, который мог бы предоставить эти экзамены в качестве вступительных. Ну, биологии, естественно, геологических детей не было, а вот химия была, и я выбрал факультет, который на тот момент, в общем-то, позволял поступать. С этими входными данными я сдавал литературу, я сдавал математику, я сдавал химию. Так я поступил на геологический. А потом, собственно, втянулся, и вот я здесь. Но это интересно, потому что ты один из немногих людей, который сдавал по собственному желанию химию на геологические факультеты. Я-то сдавал математику письма, математику устно, и, по-моему, геологи, геологические факультеты этими славится что туда я знаешь математику то можно идти на геологический от выборов химия очень в общем так и есть да ну когда я за алхими у нас было в аудитории на человек 10 до 15 если ты знаешь сашу горяеву да да научилась на кафедре геохимии она моя однокурсница и она вот по моему тоже месяца бы сдавала я ее запомнил и вот еще был поменен у нас еще человек 15 такая что бы что заведу к мать его слава но как некоторые наши слушатели знают пережили о собственном опыте мы должны выбирать кафедру сразу прям 1 сентября ты уже знаешь на какую кафедру идешь расскажи просто как-то выбралось свое направление по названию где у полезно скопаем и там на учет счет добывают такое полезно почему не горючий полезно обществе я писал на горючий вопрос не очень просто вот и на что там уже какой-то проходной баллы и может быть вот такой ты не знаю но я просто написал что вот давайте горючий скопаем и но есть типа не горючие ну тогда полезные наверное вот и там на всякий случай чем целая физика это не поймал что я физика это видимо сто раз более престижен чем политископаемые но в целом недовольны как все сложилось в итоге так его полном политископаем просто просто название понравилось супер потом первая крымская вторая крымская самом деле на самом деле я иногда получаю вопросы в личку вконтакте еще где-нибудь от абитуриентов и студентов они спрашивают у меня почему-то большого эксперта я не знаю чего они взяли куда ну какую кафедру поступать чтобы после того кто-то учился на елочек дети все у тебя было здорово в плане карьеры в плане каких-то знаний полученных я ему сейчас отвечаю что ребят вообще-то от кафедры зависит ну процентов 20 может быть 30 а все остальное зависит от вашего трудолюбия если вы будете вкалывать то вы направлен скопаемых замечательно себе карьеру можете организовать и на геохимии и на геофизике можете учиться на геручих скопаемых и страдать фигню эти все шесть курсов или 4 и ничего не добьетесь как бы все зависит ли кому от вас поэтому в общем-то я не жалел что я тучу с накатер пальцы скопаем их да слушай поддержку согласен полностью но еще интересно понимать думаю важно понимать чем ты хочешь заниматься типа наука или производство вот а у тебя ты но расскажи про свой путь пожалуйста я из академической среды мой отец долгое время работал в ней он химик по образованию мама не получала больше образованием тоже работала в узи советские времена родня папина очень активно занималась областями связано с наукой и в общем у меня вот все время с детства было вот это вот типа наука это круто наука сами естественно учено это база хочешь быть человеком будь ученым конечно не так но какой-то вот такой пиетет перед академиками и в целом перед фундаментальными такими следами я всегда был и мне очень-то всегда интересно было заниматься наукой просто поначалу это было биологии и химии просто потому что попал биологический лицей вот а потом это в общем методы познания в общем примерно не те же и поэтому заниматься биологией или геологией или там не знаю физикой в общем большей разницы нет ты просто одни и те же методы применяешь на разных предметах и поэтому геологии как науки мне в принципе было на первых порах достаточно вот но потом я понял что это не то что совсем мое и геология как науки и остывал и даже диссертация моя небольшой спойлер да после кафедры позиции скопаемых я перешел на кафедры геохимии я окончил аспирантуру и в прошлом году защитился вот и даже несмотря на то что я защитился моя работа скорее носит больше прикладной характер что в ученом совете отметили как положительную черту она имеет реально практическое применение она это работа производственника как бы наука фундаментальная меня не завлекла по итогу геологии потихонечку тирек не угасал и в общем я знаю чем занимаюсь здорово у нас есть тобой одна совместная общая любовь чепотка я провел мне удалось поработать там один сезон с петром леонидовичем тихомировым вот ты в несколько ты в несколько раз больше раз там оказался в 7 да это был 7 раз по моему для геолога это потрясающее место тундра все видно обнажение потрясающее очень по разу а там есть места где обнаженность так себе я больше всего был на песчанке это баймский нарудный район и это получается к юго-западу билибина получается западная чахотка и там в общем довольно так лесиста там местами холмиста и не сказал бы что там прям очень везде хорошая обнаженность лучше чем на алтай на котором я был прошлом году где блажен 98 вот но на чахотке сильно по-разному все-таки чукотка полтора раза больше чем украина и соответственно можно представить эти масштабы и то как он переливается своими зонами от арктики до тундры от тундры до весьма альпинотипных рельефов там по разному я работал в охотской чукотском поясе вверх прикинадр рядом с селом пусть белая вот там кстати обсуждали что ты в анадре еще не был ты прилетал не полетал как другими путями я даже не все время через берибин да то есть я провел три сезона с ним память не меняет на баймки мы в основном занимались я занимаюсь поиском по вторичным риолам рассеяния я не знаю стоит ли уточнять я просто впервые записываю подкаст для геологов и поэтому прям чувствую душа отдыхает что не надо объяснять такие вещи как что же такое вторичный риол например или что что такое тут не знаю что уфы и так далее вот и какого какой формы да какой формы керн да поэтому тиши такой вообще такой керн поэтому цел в целом могу так примерно набросками обозначим занимайтесь поиском вторичным риолам осенним но и в том числе и поисковый маршрут тоже хожу обычный то есть с отбором штуфов и еще одна наша компания с которой я езжу то есть я езжу от компании с которой стоит прибудче твои сотрудников мгл занимается поиском по очень донкой дон отложения по любви да вот мы соответственно три раза я был вокруг песчанки поискового фланги месторождения это собственно месторождение по которым я защищал диссертацию по первичной зональности этого месторождения ну преимущественно основные мы изучаем положение на телескнему вот другие сезоны я работал на водоразильной площади это к югу ну в общем к югу отбилибин находится на дуаньюи это аллермаут это телевен в общем название которое скажет он только тем кто был на чукотке какие-то дополнительные такие сведения но это в общем очень разные территории понятно но вот совсем другая территория такая горный алтай не горный рудный я был на рудном алтая дает восточно казахстанской область прошлом году мы начали сотрудничать к оценкам и для нашей компании это был совершенно новый опыт мы очень не знали на что мы подписываемся но поскольку там работали в том числе выпускники и моей бывшей кафедры и выпускники кафедры динамической геологии там кирмасов алексей борисыч это воскресенский я мечтал познакомиться на то что слышал что это легенда полевой геологии точно да прикольно я не знал что легенда но мужик офигенный конечно мне очень понравилось ну и воскресенский тоже очень приятный человек вообще геологич много приятных людей поэтому до сих пор не ключевая причина вот ну и да . грудный алтай это совершенно другой опыт я даже не знаю что общего в плане полевой геологии у чукотки и у алтая настолько все разные настолько разный подход к работе транспорту к обеспечению всему остальному с банальным чукотки не такой проблемы что-то больший лагерь оставить без присмотра на алтай на есть а в плане на чукотке ты бы примерно поясни пожалуйста на чукотке никого нет а на алтае много людей и высшей транспортной доступности с этим много клево всяких людей могут шарителям с лагерем что-нибудь украсить из него понятно не ожидал людей ну да вот есть такая вот неприятность толтая совершенно другая проходимость она гораздо хуже чем на чукотке даже вот худших местах где на чукотке был ты вот например северная часть той же баимки моим скристили на площади где работал там довольно противная проходимость на магазейки довольно противной подходимость но это все подметки не потому что идем на алтае там какой-то удивительное сочетание рельефа под за 50 градусов скал колючих кустов и всего вместе перемешанного это очень сильно снижает то с какой скорости проходишь маршрут сколько силу тянут не мая у нас бывало такое что мы за день полноценный проходили 19 точек с отбором это химические пробы между точками было 50 метров и того насколько площадь получается мы проходили километр за день всего вдвоем то есть местами до очень тяжело пройти то же время когда проходим с был нормальным могли там задние 100 . там пробовать при этом там совершенно другой климат я привык на чукотке без печки это безумие комиссоваться в августе на алтай легко там тепло я все думаю конечно печки к начну бис печку как не без печки вот сентябре без печки снимала грустно в августе вполне нормально ну таких вот нюансов очень-очень много которые конечно шины иначе ну расширенные представления полевой геологии сказать просто как получать удовольствие когда обнаженность очень низкая получается удовольствие вот полевой геологии ну полевая геология же не только обнажение и молоток который по ним фигачит ну то есть если у тебя допустим цель ты попробую повторить мурилом рассеяние ты как-то особо на обнажение ты не смотришь смотришь конечно но когда у тебя обнажена сплошная как на чекотки местами ну ты просто не физически не успеешь все посмотреть а когда у тебя ее никакой канал дай ты просто ведешь себе идешь и как бы ну просто другому голова работает ну то есть это не да я не сказал бы что это и был какой-то большой проблемой что я не могу молотком послушать хотя я свой молоток забыл и попросил у местных геологов молоток и они смотрели меня типа ну 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 держи учете будешь делать такой смысле ну давай походи на очень походил и этим молотком воспользоваться 1 5 на раз за сезон который длился 4 месяца чтобы реально тупо нечего стучать ну по крайней мере там где я ходил там негде то есть это бескульт ряд обнажений которые поколение геологов обступки обстучены обстуканы нельзя крайне сказать вот и там дома только нужно в целом маршруту ну есть таким чудом и придешь скалку небольшую то можешь стучать в основном конечно смысл большого там нет интересно теперь к твоим увлечениям расскажи просто про фотография как ты мне кажется что многие геологи увлекают фотографии может конечно обобщение на маленькой выборке или не на комте юристик доступности но в целом просто в силу того что геологи часто бывают таких местах где никто никой бывает и сейчас видеть то чего никогда не видит у них возникает желание все это как-то вот поймать зафиксировать и естественно ты желание было у меня я поехал первое спаляет мне было 20 лет в 2010 год я поехал читинской области тогда тогда читинского будет полночаться на икальский край и накануне примерно там за месяц до поездки мне отец на день рождения на цельте подарил первую зеркалку я поехал оторвал отвел душу просто снимал там все что мог вот но как и любого человека такого имеет небольшую тягу познаниям я пытался просто снимать получше прибавить в отношении и так потихонечку-потихонечку прокачивал свои фотографические навыки и дошло того что имеют канал телеграме это 6 тысяч человек читают фотографии виду подкаста фотографий и в общем то чем я сейчас занимаюсь в общем она с фотографией неразрывно связаны и мне кажется без геологии не было бы фотографии и обратное пожалуй неверно то есть не сказал что без фотографии не было бы геологии то есть я не то что езжу в экведиции чтобы снимать туда я езжу ради другого но то что большой толчок как минимум финансовый дает фотографии геологии фотографии это точно это определенно так ну и конечно те виды которые я имею наблюдать возможность с тех же вертолетов с тех же гор там с тех же ну просто тоже потому что очень долго нахожусь в определенных точках и имею возможность наблюдать различные природные явления просто чисто и статистически приводит того что я могу вижу то чего многие фотографы просто не имеют возможности увидеть зафиксировать ну и плюс это тоже касается природных фотографий есть же и другие жанры фотографии которые увлекаются например уличная фотография стрит так называемый а мне нравится просто силу того что вот этот медитатив медитативность процесса прогулки в одиночестве там и попытки что-то как-то поймали фиксировать что фотографиями это форма абсцессивно-компульсивного расстройства на самом деле на геометрическую фигуру мне просто возникает этот триггер я должен это как-то поймать зафиксировать вот просто потому что хочется сделать максимально качественно и хочется видеть какой-то прогресс в том что я делаю я фотографии увлекаюсь как-то более-менее серьезно но я так понимаю в какой-то момент тебя заметили в пресс-службе и ты в итоге там начал работать не не совсем так я устроился пресс-службу мгу 2011 году то есть фактически завереться в графической карьере только ничего снимать не умел и взяли мне просто вопрос потому что вот на самом деле работ такая не тускай что тоже престижная очень на платит не очень много прям совсем немного там копейки платье и я просто это рассматривал как студенчеству подработку то есть когда мне было двадцать один год я учился там на пятом четвертом курсе для меня эти деньги были не лишними и я хотел практиковаться почему у меня техника была почему не поснимать и когда мы там были возможности я на выходных прижал к мероприятиях университетские вот а потом соответственно немножко подросла зарплата немного подрослый техник который пользуюсь и я там в пресс-службе как-то все большую роль играл и стал фактически единство фотографом вот но сейчас ушел просто потому что надоело снимательное тоже университет не те же мероприятия повторяются ежегодно не со временем такая что приводит к определенному выгоранию ну и опять чисто финансовый фактор то есть когда у меня блок мой лично начал приносить больше денег чем работа при службе а время и то и то примерно одинаково занимал я понял что я пожалуй буду заниматься тем что мне нравится больше какие планы на на это лето по алтай да я продолжу прошлом году я ездил качестве у нас получает партии был начальник отряда начали катает это был я начали в партии но при рюч с которым я езжу поля ну довольно давно с нами тоже ездит вот в этом году шапал сказал что на алтай больше не поедет потому что у гробовного видал с такими рельефами необходимостью и физическими нагрузками муж человек он не молодой ему надоело вот я молодой здоровый глупый по горам еще побегаю поэтому начальником партию грубую я и поеду туда вот с проверенной уже бригадой стих тоже воду нормально показал будем штурмовать новые высоты и в этом году у вас будет еще более такие суровые места чем в прошлом а может сформулировать не вынески словах чем тебя привлекает полевые исследования полевая геология трудно сказать ваш я каждый год езжу в поля и каждый год я понимаю что это что причины разные то есть когда я ездил в первый раз самый первый раз это было студенческим приключением типа воин чукотку еду ну и на самом деле первое из байкальской поля слов серьезно рассматриваю после него вообще геология хотел завязать там ничего не особенно удачно сложилось вот ну то есть первый раз я поехал именно за приключениями во второй раз я поехал уже за для поле стал чем-то вроде бойцовского клуба как бы это так не звучало ну тогда в 20 лет наверное это нормально воспринимать цвета поля именно так то есть ты едешь чтобы настолько как у одного певца хочется сдохнуть как хочется жить то есть на только плохо что аж хорошо это нравится то есть через бой через это будет все при возимогании тебе просто хорошо но и опять же компании полевые они конечно располагают тому что мне кажется нигде так искренне смеюсь как полях это важно для меня вот а дальше я ездил уже просто потому что была профессия то есть ты просто как во-первых как асперант я ездил то есть я писал диссертацию и как мне нужно полевые сезоны нарабатывать ну соответственно я их нарабатывал ездил как бы вот чисто профессионально развивался любую профессиональный интерес в релом и был финансовый интерес то есть я за поля он получил нормально и скажем так сентябрь-октябрь мне нравится хорошо жить после полей скажем так они меня не то чтобы прям обеспечивать на весь год но все крупные покупки я делаю в основном за счет полевой денег конечно вот а потом я просто понял что вот последние года я езжу это я понимаю что я получаю деньги за то что за что люди деньги платят то есть я получаю какие-то эти вот эндорфины которые приводят голову в порядок этом предоставлен сам себе и не так где так много не читаю как полях я нигде не нахожусь такой здоровой обстановке не получаю такого количества физических нагрузок в том числе и полезных к сожалению городе у меня нету такого количества общения живого такого количества стресса как в городе полях у меня не бывает и это как-то приводит чувства ну и я как для себя сформулировал есть три вещи которые делал лучше всего это пишу фотографирую и попадаю в детские ситуации в полях то вы вполне себе реализовывается а почему не делать то что у меня получается всего действительно слушаю удачи в поле этим летом и спасибо тебе большое что нашел время поболтать очень приятно было пожалуйста давай счастливо пока а Субтитры создавал DimaTorzok